Доброе утро! Доброе утро! Вы смотрите Утренний Экспресс. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня 22 апреля, понедельник. Да, начинаем новую рабочую неделю. Встречаем в этой студии гостей. Напоминаем, что в Екатеринбурге проходит шестой молодежный космический форум Семихатовские чтения. В этом году тема чтений, наука и инновации. И у нас в студии гости Илья Аверьянов. Доброе утро! Участник молодежного космического форума Семихатовские чтения. Кирилл Тужиков и Евгения Панасова. Начальник группы развития детского технического творчества НПО «Автоматики». Здравствуйте! Доброе утро! Как настроение ваше? Проснулись? Отлично! Парни вот такие... Бодрячка! Бодрячка! Так, ну что же, Евгения, видимо, к вам первый вопрос. Расскажите о самом форуме. На какие секции он поделен? У нас в форуме Семихатовские чтения есть пять секций. Две секции посвящены естественным наукам, две секции инженерным наукам и одна секция гуманитарная. То есть мы стараемся охватить все возможные сферы науки и инноваций. Так, хорошо. Ну, а технические и какие первые были? Инженерные. Инженерные. Это понятно. А гуманитарные как относятся к этому? Ну, смотрите, в рамках гуманитарных наук ребята могут исследовать, например, историю космоса, историю ракетостроения, космос как культура, как философия. У нас ребята проекты анабиозных капсул, например, делают, исследуя больше, ну, там больше исследовательская часть, и, например, 3D-моделька или картинка, что-то такое. Инженерные, это когда они что-то вот сконструировали уже своими руками. Хорошо. Сколько проектов в этом году поступило? Было более 200 заявок, 82 проекта прошли отбор, то есть достаточно много. И еще в рамках Семихатовских чтений у нас проходит робототехнический турнир «Лунные роботы». Классно. Ну, как здорово. Ребята, ну скажите, с чем вы сегодня пришли? Вы пришли не с пустыми руками на нашем… Выглядит очень эффектно. Столики уже, какой-то экспонат, что это? Это модель вращения зонда по орбите астероида, и многие люди изначально говорили, что это мозги, но на самом деле мы… Немножко похоже. Мы сделали модель, которая максимально приближена к реальному астероиду, но она просто меньше в размерах. Вообще, прежде чем рассказать, как это работает, я бы хотел обосновать проблему. Вы спросите, то, что мы занимаемся, насколько это важно? Да, действительно это важно, потому что многие компании сейчас… Не нервничай, спокойно. Все нормально, рассказывай, спокойно. Потому что многие компании сейчас заинтересованы в добыче полезных ископаемых, и считают, что это экономически будет окупаться, если будет добывать полезная ископаемость астероидов и комет. Но для начала нужно решить проблему посадки спускаемого модуля на поверхности астероида, чтобы не было повреждений. Сейчас реализуются полеты к астероидам, уже некоторые прошли. Есть проблема, Кирилл об этом сказал. Вот, например, модуль Филы, который садился на планету Чурьему… Ой, на… Герасименко. Да, Чурьему, Герасименко, вот, он… Произошла авария, и, собственно, он попал в расщелину с тенью, и не смог дальше заряжать свои батареи. Ага. Вот, а это все из-за того, что он не изучил само место посадки. Поэтому произошла авария. Поэтому мы предлагаем свой вариант решения. Это лазерный сканер, основанный на семи-триангуляции, в который изложено три основных компонента. Это, собственно, лазерный модуль, камера и большое количество сложных математических формул. Получается, изображение проекции лазера на астероиде проходит через большое количество программных фильтров и создается, в конце концов, ТД-модель поверхности астероида. Вот, она как раз представлена на экране. То есть, получается, вы сканируете поверхность и выбираете наиболее безопасное место посадки? Ну да, в будущем мы уже планируем написать нейронную сеть, которая будет сама выбирать наилучшее место посадки на астероид, чтобы не повредить модуль спускаемый. Хорошо, ребят, а сколько вам лет? 15. 15 и 14. Ну, а как, кому пришла в голову такая интересная идея, не свойственная ребятам такого возраста? Ну, вообще, мы занимались этим проектом в рамках этого ТУЯ. Нам его предложила как раз делать обнение Банасова. Да, на самом деле, НПО «Автоматики» не только организует собственные активности, рассчитанные на привлечение детей и молодежи к космосу, но так как у нас Андрей Васильевич Мсюра понимает важность именно для молодого поколения этого всего, мы являемся партнерами Уральских проектных смен и Всероссийского конкурса научно-технологических проектов. И вот в рамках этого конкурса ребятам было предложено, ну, как идея, что вот есть идея лазерного сканера для планетоходов. Вот они ее как-то разработали, модифицировали, то есть вот как сама голая идея им было предложено. Все остальное это их реализация. А космосом с детства увлекаетесь, да? Ну, сначала мы занимались проектами в разных направлениях. Мы, вот я в прошлом году, получается, занимался разработкой механотерапевтических тренажеров для реабилитации людей. Но вот в этом году я решил попробовать в сфере космоса и понял, что как бы это все-таки моя часть, и может придется жизнь как-то связать с этим. Здорово, здорово. Ребята, ну расскажите, когда состоится финал, и чем планируете удивлять? Ну, финал будет 25-го числа, и ждем результат. То есть уже на этой неделе? Да. Хорошо. Так, а как-то можно прийти будет, посмотреть, познакомиться? Прийти, конечно, можно. То есть это будет прям большая техническая выставка, да? Давайте я расскажу. Давайте. Значит, 25-го апреля во Дворце молодежи состоится финал семихатовских чтений с 11 утра, и в 2 часа, собственно, начинается церемония награждения. То есть достаточно масштабное мероприятие. Значит, любой желающий, кто хочет посетить это мероприятие, может в группе ВКонтакте семихатовские или на сайте лаборатории Космопорт Инбоавтоматики Космопорт Клаб скачать билет в электронном виде, распечатать и прийти с ним. У нас в рамках финала планируются две фотовыставки. Выставка астрофотографии Юлии Жуликовой и выставка, посвященная 85-летию Гагарина. Две лекции, как стать космонавтом от Российского космического общества и пять идей для лунной базы от школы астрономии «Кантерскрипт». Настоящий космонавт, с которым можно будет там встретиться, сфотографироваться, задать ему все вопросы. Несколько игр. Одна из игр, разработанная ребенком начальной школы, тоже на космическую тематику. И, конечно же, выставка инженерных проектов четвертой инженерной секции «Семихатов-24». Так, еще раз, где, когда, во сколько? Дворец молодежи, 25 число. 25 число, 11 утра и в 2 часа церемония награждения. Мы надеемся, что придет огромное количество людей, которые познакомятся с экспонатами, познакомятся с ребятами. Это правда очень и очень интересно. И, собственно, пропитаются всей этой философией космоса. Ну, а я вот на это все смотрю, я не знаю, как они это делают. Но в таком возрасте, я бы, знаете, что-то подобное, но у меня бы... У тебя бы это были мозги. У меня бы это была шаурма, она бы крутилась, вы знаете, так же, как в ларьках. Ребята, огромное спасибо.